Показываю материалы на свой новый проект. Это очередная утилизация джинсов. Я попыталась выложить их градиентом. И еще у меня есть вот что. Я хочу сделать коврик, потому как у меня вот такая есть тумба. Вот такой у меня есть диван. Нарезала, уложила по цветовой гамме. Основа будет 70 на 70. Я буду делать коврик из блоков. Ну все в порядке, конечно. Хотела же делать красные по две, а остальные по три. Всем привет, добрый день. Нужно еще несколько камер ставить, чтобы показать, что происходит вокруг меня, когда я начинаю настраивать камеру на съемку. Добрый день, рада всех видеть. Рада, что заходите ко мне на канал. Большое спасибо моим подписчикам, которые постоянно меня комментируют, ставят лайки, мне советы дают. Большое спасибо. Я очень рада всех видеть. Там у меня листик висит, у меня спрашивали в личку. Это мой фэн-шуй. Кто меня хорошо знает, это так все правильно. Там есть фэн-шуй. Не штучка, которая амулетик, а вот листик. Вот вот этот. Это тоже фэн-шуй. Это тоже фэн-шуй. Еще одна. Еще одна желающая. Третья желающая стеснительная. Всем привет, да, мою крысовицу. Моя девочка хорошая, такая умница. Все, мы сейчас начинаем заканчивать наши коврики. Не знаю, насколько молча получится их строчить. Как захочу, так и буду. Захочу, молчу, захочу, не молчу. Но потихоньку подходим к завершению, к логическому. Поэтому я сейчас перевожу все на руки, всю камеру, все внимание. И потихонечку мы пристрачиваем остатки наших ленточек, полосочек, которые я уже приготовила. Я потихоньку, поэтапно готовлю, потому что лишнее нарезать не хочу. Ну мало ли куда мне еще джинс пригодится. У меня столько идей с джинсом. Джинс такая, хоть и мусорная, но благодарная. Как сказать? Благодарная техника работы с джинсом, потому что очень красивые штуки получаются. А с джинсом, что не сделай, подушечки, сидушечки, коврики, сумочки, браслетики, украшения. Ну, джинс смотрится необыкновенно. Я думаю, со мной все согласятся. Поэтому перевожу камеру на руки и начинаем заканчивать. Я вчера новый эксперимент с ногтями делала. Мне нужно было освежить слегка свой маникюр. Я все обещала, ну не все обещала, а один раз обещала, что я сниму. Но я сейчас не делаю тот маникюр, о котором шлорить цветной. Ну, не получается, не знаю, это нужно время. А я маникюр обычно делаю сейчас ночью, понимаете. И заснять этот процесс сиедейства, понимаете, практически невозможно. У меня так плохое освещение. Когда я уже в таком состоянии, что могу только сидеть, колупаться тихонечко в бутылочках с лаком, понимаете. Ну, не способствует как бы... Так, ладно, разутюжу. Разутюжу не буду. Как-то не очень способствует прям вот сесть и начать, честно говоря. Честно говоря, снимать маникюр. Так, и что это означает? Так, нужно подровнять. Я вспомнила, что я тут хотела. Я потом буду ровнять. Я закалываю сразу, чтобы все быстрее, быстрее. По акриловому лаку, который сушится под лампой, а у меня нет перламутрового акрила. Очень хочется, понимаете. Я сейчас покажу вам. И я сделала эксперимент. Я с вами любимым обычным лаком, перламутровым. Он практически белый, такой красивый. Но на ногтях он практически белый. Мне всегда приходится его чем-то колорировать, как бы это сказать. Как бы это правильно сказать. Колор какой-то под него. То сверху, то под него. Но именно под перламутр нужно под лак перламутровый. Колор наносить. Ну, это я так думала. Может быть неправильно. Я не претендую на первую инстанцию. А то сейчас сбегутся. А то сейчас сбегутся все хейтеры, знатоки маникюра, которые в кавычках. Ну, хейтеры они вообще знатоки всего в кавычках. Поэтому я их очень люблю и обожаю. И они сейчас сбегутся и начнут рассказывать, чего я там не туда намазала. Поэтому сразу предупреждаю, мне все равно, что вы напишете. Так вот. Я свои эксперименты делаю сама, как хочу. Я на акриловый лак намазала обычной. Минутку. Прошу прощения. И я намазала, высушила. Ну, надо было, теперь я понимаю, что нужно было просто хотя бы час дать просохнуть. Лак этот быстро сохнет. Но я такая быстрая. Мне так хотелось побыстрее. Я не дождалась, когда он хорошенько схватится. Ну, как бы за пальцем уже не тянулся. И я покрыла его, ну, сверху остальными этими всеми слоями. Ну, вы знаете, в общем-то довольна. Чуть-чуть там вот цвет. А так и цвет добилась тот, который хотела. И колер слегка розовый. И перламутр, как я обожаю. Как я обожаю. Я яркий не люблю. Ну, это все на любителя. Я и губные помады так красные мне не идут. Ну, я считаю, когда... А еще одеваюсь я как нарядная женщина. Понимаете, все лучшее сразу. И если я еще накрашу, понимаете, губы одним цветом. Одену это. Другие могут какая-нибудь зелененькая. Там серенькая или черненькая. И красные ногти. Ну, это будет действительно все лучшее сразу. Поэтому я, конечно, не рискую. Я, конечно, не рискую экспериментировать с красными ногтями. Потому что нужно чаще в порядок приводить, чем мои бледненькие. Понимаете? Потому что на бледненьких не так заметно. И я... И я вот эксперимент сделала. Он удался. Поэтому можете поэкспериментировать. Эксперимент удался. Так, все. Я выключаюсь. Иду гладить. И новые полосочки перестрачивать. И потом продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне не нужно три куска. Мне уже нужно два. Господи, я так хочу убрать пылесос от этих джинсовых ниточек. Ой, ну, в общем, продолжается. Да, попробовать надо сразу. Мальчишки и девчонки. Закончила. Посмотрите, это просвечивается внутренняя основа и стежка. Сейчас вы увидите, что это просвечивается. Вот. Видите, секретики. Лакуся, ты мне мешаешь. Залезь на диван. Вон у тебя расческа лежит. Посмотрите, вот как раз у нас весь наш уголок. Очень не хватает подушечки теперь здесь. Но она скоро, наверное, будет. Вот она помощница сейчас. Ложись, ложись, моя куколка. Я начала страдать перфекционизмом. Понимаете, мне все не так, все не этак. Ой, елки-палки. Простите. Посмотрите. Сшила три. Я же хотела три. В длину они получились очень велики. Третья пойдет вот туда. Я, наконец-то, там навела порядок. Без помощницы никуда. Смотрите, память о детстве. Как будто бы в классике прыгать. Так получилось. Ну, как я могу, понимаете. Вот я буду сидеть на диване и буду любоваться на свой логотип. В общем, вот такой получился коврик у меня. Ну, как-то некрасиво было без ничего. Вот такая красота. Теперь у меня остался третий, который должен был в длину быть в три. Длина валочки слишком большой. И обрезать мне жалко. И так пришло сантиметров по пять обрезать лишнего, что я... Сначала шью, понимаете, чтобы не было нехватки. А в итоге вот оказывается лишний. Ну, лучше отрезать, конечно. Коробки я еще, видите, убрала я там свои ткани. Осталось убрать коробки. Но мне нужно так, чтобы нитки были все под рукой. И я еще не придумала. Мне бы, конечно, полочку. Вот она моя тумбочка. Вот сюда пойдет, вот прям вот сюда пойдет третий коврик. Я его сейчас... Тут надо кое-какие дела мне с собакой вот это сделать. Видите, она меня зовет. Вот она улеглась, язык вывалила свой. И зовет меня гулять зовет. Сейчас пойдем, моя хорошая. Сейчас маменька расскажет о всех своих планах, все свои секреты. Расскажу и пойдем. Вот тут будет этот третий коврик лежать как-то уголком. Ну, как-то будет лежать. И мне нужна наволочка на подушку еще на одну. И будет комплект в моей мастерской. Вот такая у меня, видите, мастерская. Вот такая мастерская. Вот такая. А там еще будет коврик. Еще один. Под раскроенным ковриком. Будет коврик красивый. И еще буду вот сюда делать коврик. Вот. Все. Сажусь делать третий маленький коврик. Вот этот. Вот этот коврик. Сажусь делать. А наволочку не знаю, буду позже. Потому что у меня куча всяких мыслей. Наволочку. Потом быстро сделаю и просто покажу в комплекте. Вот и все. Добрый вечер. Я опять сегодня в своей мастерской. Давно я уже ничего не делала, не доделывала и не переделывала. Долго лежал коврик. По видео это было незаметно. Потому как иногда бывает за три дня я снимаю, допустим, на месяц вперед. Каких-то видео. Иногда у меня творческий застой или творческий перерыв. Но я наконец-то часть своих ковриков доделала. Я сейчас покажу. Получилось. Я наверное сейчас в процессе буду показывать все. Тут вот видите. Пришла моя помощница. Сейчас я все покажу. Все помнят, я начинала делать три блока. Но в процессе изготовления блоки оказались больше, чем я рассчитывала. Я делала с запасом. Резать сильно. Сантиметров по пять, наверное, срезала с каждого края. Но больше... Ну... В общем-то, зачем? Я все померила, перемерила. И вот что у меня получилось. Это изнанка. Это моя помощница. Смотрите, что там у меня просвечивает. Сейчас я все покажу. Да, я еще обращу внимание. Не настраивается. Никак не настраивается фокус. Надеюсь. На тебя настраивается, Лакуся. Мы поели и мордочка у нас мокренькая. Ну, покажу с этой стороны. Я делала окантовку репсовой лентой. Строчила ее, как хотела. Оно, в общем-то, так и симпатично получилось. Но у меня была цель соединить и закрыть так края, чтобы не сыпались они. То есть я прям, вот видите, игла у меня шла укол сюда, укол сюда. Но строчка была трикотажная. У меня очень много всевозможных разновидностей. Лакуся, я тебя прошу. Разновидности строчек. И поэтому у меня... Ну, здесь не видно, потому что три строчки разные. Но получилось очень-то красиво. Такой жаккардовый край. Я делала, видите, не совсем стежку. Лакуся, это ты мне уже не так натащила. Мы как будто бы уже попылесосили от всей этой пыли. Очень много остается не пыли, а обрезочков. И нужно тщательно. Да, это точно. Глянь. Вот это да. После джинса нужно делать очень тщательную уборку. Добрый день всем. Монтироваться будет три приветствия в одну серию, скорее всего. Вот так вот и посмотри, что делает. Ну, как есть. Я наконец-то закончила свои коврики, которые должен был... Планировался один. Который я все называла Болгария. Но, оказывается, я такой знаток во флагах. Это великобританский флаг. Поэтому коврики Великобритания. Я сейчас переключаюсь на вторую камеру. Но очень мы хотим внимания. Мы очень ревнивые девочки. Ты не хочешь поздороваться? Вот так всегда она себя ведет, когда я беру в руки телефон. Когда кто-нибудь звонит мне. Да, да, моя девочка сладкая. Все, я перевожу камеру на обратную сторону. Показываю, как красиво вписались мои коврики в мой интерьер, в моей мастерской. Ну и, может быть, что-нибудь расскажу о своих планах. Я не знаю. Ну вот. И очень нам хорошо лежится на подушечках. Да, моя куколка? Мы любим не только любоваться на наши картинки, на стенах, на наши произведения. Мы еще любим на них лежать. И головой, и попкой сидеть. И на сидушечках, и в ручках держать. Наши блокнотики красивые. У меня кругом блокноты, потому как я делаю то зарисовки, то расчеты для клиентов, поэтому... Видите, какая красота? Когда я лежу на диване, как будто бы асфальт разрисованный рядом. Нам не разрешали возле подъезда, когда я была ребенком, рисовать мелом. Ну, запрещали соседи. Как будто бы мы некрасиво дем. Да, мы зовем животик чухать. Мы зовем животик маму чухать. Ну, хитрушка так и норовит внимание привлечь. Затевались коврики благодаря этой тумбочке, которую я при покупке хотела закрасить. Поняла, что она вписалась очень красиво в диван. И теперь вот такая красота у нас, простите. 11 часов утра в квартире темень, свет горит. И все равно темень, потому как, видите, у меня там... А, не видно. А, вон, там у нас деревья. По окончании очередного проекта я, естественно, навела порядок. Кругом. Как бы мне еще этот стул заменить? Но он очень удобный для... Он выдерживает все тяжести. Но он меня так раздражает. Это стул моего детства. Я за ним училась в школе. Я терпеть не могла учиться в школе. Видите, даже разгребла свой стол. Наконец-то. Но я еще работаю над этими коробками дурацкими. Коробки я потихоньку выбрасываю. Поэтому их станет меньше, обещаю. К концу года. А это еще проект мой. Ну, видите, как он красиво тоже в интерьер вписался. Я уже начала снимать с этими жилетиками. Ну, видите, такой рум-тур у нас получился по моей мастерской. А это мы сейчас будем еще на кофей на гуще гадать. Это я еще кофе пью. Мукбанг. Мукбанг. Оставила только машинку швейную. Она мне сейчас нужна. Я сейчас приступаю к новому проекту. Потом все покажу. А это тоже окончание проекта. Поэтому я вытащила эти чемоданчики. Поставила вот так. Они тоже, видите, как красиво вписываются. И буду доделывать броши. Ну, не знаю. Я их засняла в том виде, в котором они сейчас находятся. Одна очень довоенная, а одна уже полгода лежит. Начать начал и никак не закончил. Ну, это потому, как у меня палец начал жить своей жизнью. Один, а потом второй. Вот такие дела. Поэтому, видите, чемоданчики вот так красиво смотрятся, как тумбочка. Я ими теперь пользуюсь. Пока не дожью, потом поставлю обратно. Ну, все. Девонька моя уснула, красавица. Всех целую и обнимаю. Подписывайтесь на канал. Заходите в гости. Приглашайте друзей. Делитесь в соцсетях. По возможности смотрите рекламу. Очень вас прошу. Очень рада комментариям. Особенно позитивным комментариям. Благодарю всех своих подписчиков, которые позитивные комментарии пишут. Они очень поддерживают меня. Потому, как некоторые паразиты, которые ходят, паразитируют у всех. Не только у меня, у всех. Поэтому паразитов всем минус карму. А всех остальных люблю, целую, обнимаю. Заходите, подписывайтесь. Еще раз всех люблю. Еще раз всех целую. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»